Международный день спорта Кубок губернатора по танцевальному спорту Это крупнейший в ближайшее время Расскажите, в следующем году регион чемпионат мира аж примет Как удалось заполучить турнир нам? Ну, как правило, все это бывает случайно Получилось как, на мой взгляд Когда Вероника Борисовна Бутусова поехала в Германию На международные соревнования, на международный судья И там, судя по всему, произошел разговор Был не заполнен несколько срочек календаря на 2018 год Это было, ну, за годы сделается И предложили провести этот турнир Ну, тогда мы думали, что будет чемпионат мира по юниорам Мы вклинились В России, да И учитывая то, что в танцевальном спорте Федерация танцевального спорта России не все в порядке Вот, там есть определенные проблемы Вот, и Московская Федерация выступила немножко так в противовес Остальным регионам, федерациям региональным То, вот, Вероника Борисовна здесь проявила инициативу, на мой взгляд Мы ее поддержали Вышли на губернатора И он поддержал эту идею провести в 2018 году Ну, и вот у нас будет не только чемпионат мира среди юниоров А будет чемпионат мира среди взрослых по латинно-американской программе Секвей Господи, какая красота Клуба, это вот все Да, это очень красиво Еще не продаются билеты? Нет Нет, билеты продаются или, может быть, уже проданы на тестов соревнования Которого, как вы сказали, будет в эти выходные Куба губернатора Мы их рассматриваем как тесты соревнований Я там буду Я тебе заеду Вам повезло Вот на следующей неделе в Челябинске пройдет матч Евро-челленджа Россия-Франция Чем Челябинск так приглянулся Федерации хоккея России? Ну, Челябинск приглянулся не только Федерации хоккея России, но и другим федерациям И по оценке Минспорта Вот недавно была здесь коллегия Минспорта, 31 марта Там выставляли рейтинги регионам И вот на Челябинской области в рейтинге по проведению турниров Мы в шестерке лучших среди регионов страны Москва, Питер, Казань, Краснодарский край Мы проводим еще на хорошем уровне те мероприятия, которые мы берем на себя Но учитывая то, что хоккей это спорт номер один в Челябинской области По опять же по рейтингу Федерации хоккея России Наши болельщики одни из самых лучших Ну, они смотрят на заполняемость трибун, значит, как болеют У нас две команды вовоз Да, учитывая то, что провели на высоком уровне матч звезд в свое время, несколько лет назад Вот все это сложилось и поступило на имя губернатора письмо Владислава Третьяка с просьбой провести этот турнир Согласились, я думаю, для наших болельщиков будет хороший праздник Тоже можно будет проявить себя, да, как-то позитивно А что еще? Где можем еще поболеть? Какие-то еще в ближайшее время планируются у нас соревнования? В ближайшее время, только летом, 10 июля, будет через Челябинск область проходить маршрут автопробега «Шелковый путь» Это аналог Париж-Докар КамАЗ-мастерс? Да, 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 да Ну, там не только КамАЗы будут, но и будут, в общем-то... КамАЗы пройдут через Челябинск прямо? Ну, в прошлом году они проходили по территории Челябинск области Они стартовали в Чебаркульском районе, в Кундровах И финишировали в районе Троицка на границе с Казахстаном У нас спортивный был этап, 200 километров Вот, сейчас тоже самое, немножко маршрут меняется, но тем не менее, значит, пройдет спортивный этап Именно по территории Челябинской области Поэтому приглашаю 10 июля, также будет старт Кундровах И водная пола еще буквально Первые декады сентября, да, будет международный турнир по водному полу Женщины, будут 7 сборных команд, 8-я будет команда «Уралочки» Леонид Яковлевич, ну, не могу не задать вопрос про то, занимается ли министр спорта каким-нибудь спортом Или, может быть, это в прошлом? Министр спорта раньше занимался спортом и был мастером спорта По легкой атлетике Легкой атлетике Да, спортивная ходьба Сейчас я стараюсь, в общем, все больше такие ровные нагрузки Ну, по утрам стараюсь Стараюсь у меня комплекс упражнений делать гимнастику Зарядку делаете, да? Зарядку, да, да, ну, там лежат там гантели Опять же, буду рекламировать Нет, Артемьева рекламирует, Верхний Уральский завод, наш предприниматель Кстати, сегодня губернатор будет у него на заводе Несколько раз Борис Александрович говорит, зайдите, посмотрите на этот завод Такие лучшие гири в мире А у нас губернатор тоже, кстати, гантели Да, он гири толкает, да, и рвет, и толкает Вот, а так стараюсь ходить вечером Получается бегать У меня в кабинете спортивная форма висит После 7 часов, когда все заканчивается Я перебиваюсь То есть вас можно встретить, если что, да? Да, в парке Гагарина вечером Иногда встречают Спасибо вам большое В студии о южноуральском спорте и его развитии Мы беседовали с министром физической культуры и спорта Челябинской области Леонидом Одером Будем ждать вас еще обязательно А чем еще запомнилось 6 апреля, кроме Международного дня спорта Узнаем в рубрике «День в истории»